Добрый вечер, ребята! Я рад приветствовать вас на своем канале. Те, кто новый, ну как вы сами видите, название канала говорит само за себя, дневник моряка. Так что смотрите, сейчас я рассказываю истории морские. До этого был громаднейший плейлист 136 серий, можно сказать, марафон. Я взял камеру с собой на пароход и каждый день с утра до вечера что-то снимал, рассказывал, играл на гитаре, пытался придумать что-то новое. В этом рейсе, в 20-м, я, можно сказать, записываю в серии в свое удовольствие. Вот сейчас последняя была полтора месяца назад, но я не записывал, потому что, когда пароход в ходу, ну сейчас расскажу, нас отсюда выгнали из Африки, хотя я сюда и вернулся. И все это дрожит, дребезжит и невозможно стоять. Кстати, я нахожусь в каюте, но за моей спиной вы видите разные виды. Но все это я снимаю в маленькой, можно сказать, комнатке размером с кухню. В нормальном доме. Но надо как-то развлекаться, можно сказать, по вечерам, в 10 вечера. Поэтому вот пришла мне такая мысль в голову. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Значит, переходим мы к 18-му контракту. Хотя, хотел же рассказать. Стояли мы в Африке, постоянно СТС были. И потом в один прекрасный момент погнали нас в Европу, что очень не хотелось. Потому что про банкировки я забыл, что это такое. И туда снова, смотрите, 136 серий, как мы заходили в Испанию. Тоже зашли. Сека-зона, переход на МГО. Дизельное топливо, низкое содержание серы. 0,1. Танки маленькие, цель достигнута. Одна банкировка, вторая. В общем, мы были в Роттердаме. Потом в Швеции вернулись обратно. А прошли витинг инспекшн. И чем старее пароход, тем меньше замечаний. В машине вообще ноль было. А на новом пароходе, то, что прошлый контракт 2011 года, по штук 5. 5-6, ну, вместе, палуба, машина. И вернулись мы обратно в Нигерию. Коррумпированные областям. Вчера приходили, ПВ носили тут немного. Потом еще подойдут в следующем порту. Ну, вот и все. Ладно, это мой 20-й контракт. Который, кстати, вчера было 3 месяца у меня. Написал письмецо. Стармех уже готов. Сейчас мы еще один поход совершим. Берегам Швеции и Германии. Из Германии я успешно улечу. Запишу еще одну серию. Потому что мне... Я последние две серии из этих 136 пересматривал. Мне так нравится. Ну, это всем морякам нравится. Когда ты сходишь с борта этого судна, ответственность пропадает. И ты просто счастлив. Так. Значит, прошлый контракт был 17-й. Переходим к 18-му контракту. Вернулся я от индуса, итальянцев. Пробыл 3 месяца. Вернулся домой. Когда-то, я уже не помню. В октябре где-то. И сидел, сидел себе, отдыхал. Потом где-то собирался в феврале уходить. И что-то как-то не сложилось. То какой-то... То ли порт... Нет, даже я... До этого момента я вообще никогда не отказывался. Нет, 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 нет. В конце концов, я думаю, нет, надо что-то делать. Надо уходить, а то я так и летом уйду. Начал первый... Ну, не первый раз. До этого я очень много раз искал работу по интернету. Смотрите, первые серии. Все. Чтобы быть в курсе дела. Ну, и снова немножко разбросал свои аппликейшены. Тоже на биржах труда. Позвонили мне из одной конторки. Говорят, давай, проходи собеседование с какими-то голландцами. Ну, пароход маленький был какой-то. 20 тысяч тонн. Как сейчас. 309 тысяч. 6 бойников можно на палубе поставить. В принципе, я к этому и стремился. Трена только... Чтоб поновее был. Тут 2000... Ну, ладно, не будем говорить какого хода. Вот. И уже договорился, думаю, сейчас собеседование, собеседование. Где-то пятницу. Никто мне не позвонил. Ну, суббота, воскресенье. Я сижу дома. Тут воскресенье звонок такой. Какой-то чудик по телефону с индусским акцентом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы хотим вас пригласить на пароход. Я подумал, что ты из Голландии. Ну, а что там индусы делают? А ты работал с индусами? Да. Ломэ Лагос. Да-да. Тогда все нормально. Там систему знаешь. Ну, кто это бы мог быть? И в понедельник мне звонят с прошлой конторы, в которой я больше всего работал. Ну, все. Вы прошли собеседование. Давайте готовьте чуть ли не завтра улетать. Я не помню, медкомиссия была. Или я иду в Одессу. Приезжай, медкомиссию проходи. И бегом-бегом надо улетать. И тут же мне звонят в этот же день из Голландии. Я так расстроился. Тоже зарплата была нормальная. Пароход, но вы тетя одна. Я говорю, вы знаете, только что мне предложили работу со старой конторы. Поэтому извините в следующий раз. Ну, ничего, ничего. Звони, вот тебе телефон. И все. Ну, думаю, ладно уже. Будем продолжать наше общение с индусами. Как всегда, по-моему, даже этот контракт. Все по воскресеньям. В эту Африку летишь в воскресенье. Запаковал чемодан. Полетел, значит, снова в Ламе. Прилетая в Ламе, поселили меня в ту же самую гостиницу. Смотрите, Пеликан называется. Ну, и двое суток я себе живу там. Все нормальненько. Потом также с утра подъезжает агент. Забирает меня на пароход. Пароход был 2000 года. Название, могу сказать, Лайон. Их много. Я его назвал потом Инджерт Лайон. Раненый лев. В общем, сел на буксирщик, подъезжаю. Ну, естественно, залез по трапу. Волны эти. На палубу ступил. Уже мялостроение пропало. Сразу уже видно, что убитое. Ну, понятно, когда в машину зашел. А, зашел уже на верх с чемоданом. Ну, думаю, как всегда, пару-тройка дней поживу в каютке. Оклемаюсь. Настроение придет в норму. И все. Зашел в каюту к старшему механику. Сидит в чалме с бородой индус. Какая-то местная одежда. Я говорю, ну ладно, где мне тут поселиться? Лоудин мастер или пайлот с кабин? Туда. Говорит, да нет, нет, ставь чемодан тут. Говорит, а что такое? А я, говорит, на этом же катере и уезжаю. Через два часа. Думаю, нормально, подъехал. Ну, бегом мозг раскрыл для питывания информации. Говорит, давай мне этот нудрепорт показывай. Какие-то бумажки. Трах-бах, что-то позапоминал по-быстрому. Говорит, пошли в машину. Ну, пошли. Заходим, значит. Ходим-ходим. Ну, понятно, все убито. Думаю, я знал, куда я еду. Ну, самое интересное, подходим к главному двигателю. А там струи воды такие бегут. Воронка сваренная. Снизу к ней шланг подсоединили. Шланг этот идет вниз. С правого борта, в общем, бассейн тоже фитрос сварил. Там стоит этот вилден памп. Чих-пых. Или чапчик. И откатывает всю эту воду в экспеншн танк. И потом же она снова уже идет в главный двигатель. И так по кругу пять кубов в день. Я говорю, что это такое? Ну, что-то щеки надувают. Это нормально, нормально. Ладно, он уже приехал. Надо как бы деньги зарабатывать. Все, значит, попрощались с этим, с дедом. Что-то он там характеристико написал. Они между собой поругались. Там индус какой-то электрон приезжал. Все, сел, свалил. Ну, у меня же настроение снова ноль. А, еще со мной привезли какую-то бригаду. Переделывали его химовоз какого-то там второго, третьего класса. Не помню. Ну, в общем, они на грузовых линиях компенсаторы варили. Да, по-моему, человек восемь приехал. Надо было сварочный аппарат. Электроды у них были. Просто нормально они там заваривали. Еще с ними было два сервера ABS, American Bureau Society. И один представитель судовладельца. Ну, крутой тип, забыл его фамилию. Имя. Имя помнил, но забыл. Ладно. Я что-то в этот же момент думаю... Я уже, кстати, сына хотел, рассказывал, пару раз вытащить. Даже когда ему лет 16 было. Паспорта моряка у него не было. Ну, думаю... Спрошу этого индуса. Я говорю, а можно члена семьи набор взять? Нет, это что-то там после 18, до 18. Я думаю, ладно. Действуем по своему принципу. Спрашивайте, да ну он будет. Подхожу прям вообще. Я говорю, а кто это такой? Это крутой тип. Представитель судовладельца. Его все слушаются. Я там раз-раз... Ну, он же, видишь, чиф-инженер. Подошел, говорю. А он уже собрался уходить вообще. На буксир садятся. Вместе с этим стармехом. Еще там кто-то списывался. И все. Я думаю, все, последний шанс. Я говорю, добрый день. Ну, в смысле, я уже и так с ним поздоровался. Я говорю, вы когда-то с собой брали семью тут? Я говорю, один раз брал, а то пожалел, потому что там что-то такое. Я говорю, к чему ты это все спрашиваешь? Я хочу сына взять. Потому что пароход старый, как бы, ну, обучающий такой. Подучиться неплохо было. Тут, говорит, без проблем, говорит. Мой имейл, говорит, капитана спосишь, напишешь мне, я решу все проблемы. Все, два слова, уехал. А тип такой был вообще красавчик. Вот заказываешь какие-то реквизишины, запчасти. Одно слово пишет. Approved, одобрено. Значит, 100% будет. Не расписывал, так как все эти индусы любят. Хотя сам индус. Вот, ну, и он свалил. И пошли мы, в общем. Пошли. А, пошли мы в Европу, в Таллинн. О, кошмар. Я думаю, на этом корыте старом. Ну, единственная там радость была то, что эти индусы, нормальный этот high-risk area, это где пиратская зона. Кстати, где я сейчас и нахожусь. Хотел вот рассказать. Обычно на прошлом контракте итальянцы брали четырех таких босоногих мальчиков с калашами, с ржавыми. Ну, я рассказывал, в ВД-40 они брызгали. Ну, если с Амали проходишь, тоже берут какую-то охрану у частной компании. В этот раз мы в Нигерию пришли, тоже проволокой замотались. Постоянно приходят, как бы, в бюллетене, то, что, ну, прямо вот, куда мы дальше идем. Пять человек заложники взяли, три человека. Кого-то там ограбили. Ну, пока же не убили никого. Ну, заложники тоже не весело. В этот раз приходит, в общем, депеша такая. Наняли нам катер. Даже не то, что на борту. Военный катер вокруг ходит. Правда, за шесть дней 80 тысяч зеленых этих енотов. Нормально, в общем. Ну, зато спокойно спим, занимаемся своей работой. Так, а, и там же что было? В общем, эти индусы очертили эту хайрискерию от Кок-Дивуара, то берег Слоновой Кости, Луме, Лагос. И там шел бейсик всем членам экипажа, а этим даже филиппинцам дабл бейсик. Ну, двойной окладки. И, как бы, денег нормально поднимали. Ну, корыто убитое, но все равно, как бы, это радостно было. В общем, дошли мы в Таллинн. Там экипаж поменялся один. А, до этого ж интересно было. До этого, в общем, звонит мне капитан с утра. Я говорю, зайди в каюту. А мы, как раз, шли мимо Лас-Пальмаса, где я с прошлого контракта сходил, двое суток жил, посмотрите, последние серии. У меня интересный город. И говорит, я не знаю, что мне с электришином делать. Я его спешу в Лас-Пальмасе. А он уже где-то полгода сидит. Я говорю, а что случилось? Он, говорит, в 4 часа ночи отрубил реф-установку. Fish, Meet, Room, все это, Wedgetable. И еще там чего-то тоже выключил. Он, говорит, позвонил мне в каюту. И говорит, если ты мне не спишешь, я постоянно это буду делать. Я говорю, ну, что ты хочешь? Он уедет без замены. Вы как бы выдержите сами. И потом, если человек хочет, что с ним делать? Все нормально. Ну, у меня как бы с ним было все хорошо. Уехал он, значит, в Лас-Пальмасе. А еще для меня это судно в Нигериде, это на мель село. В общем, в Лас-Пальмасе мы, я не помню, бункеровались, не бункеровались. В общем, подъехали водолазы, осмотрели днище. И эти сюрверы, я тоже с ними ходил. Один португалец был, в общем, с каким-то русским акцентом. Я думал, что это наш человек какой-то. Великтор оказался португалец, второй канадец. И вот я хожу на обед, на ужин. И сидим мы там, ля-ля-ля, полчаса. Потом они в машину ходили, то смотрели это. Ну, как бы сильно не напрягали, но тоже постоянно. Постоянно вот я катался. То одни уедут, другие сядут, третий приедут. Ну, дальше буду рассказывать по ходу. Причтута ночи, экипаж поменялся, приехал капитан. Ох, самый главный капитан прогиб, как его назвал мой сын. Или Филипп Киркоров. Ну, смотрите, на заднем плане. Красавчик. Вот, прошли мы ежегодный... А, нет, даже это первый был этот флаг стоит. Этот администрейшн инспекшн, или как он там. Флаг стоит, короче, инспекшн. Тоже там тип такой чудной был. Прошли, значит, эту инспекцию. Мы забункировались, идем обратно. И нам говорят, заходите в Испанию. Я тоже там, ну, хоть бы мы на этом корыте не зашли в Европу, потому что сейчас еще какой-то просто стоит контроль придет. Ну, что-то мы по осадке не заходили, постояли там, косяки рыб, попроходили ими. И, значит, а, мы там еще слайд сдавали, да. Подъехала баржа, я помню, 25 кубов написал. Ну, а я ж не знал, что это все убитое на этом пароходе. Ну, и главный бежит, это как бы я запомнил. Котел, в общем, горит. Ignition flame failure, ну, это где стрейф факела, в общем. Это датчика нет, сканеров. Просто два провода, тумблер такой. Inert gas system, все в ручном режиме. Все крутительно, там куда-то поливает. Тоже горит, не горит. Ну, насосы все убитые. Там все, ну, каждый день какие-то проблемы. Я, кстати, невольно с этим, с теперешним пароходом сравнил. Ну, у нас как бы, я так все в голове говорю, 60 проблем накатываются в день, где-то 40-50 мы решаем. А на том пароходе 100% проблем накатываются, 40 в день решали. Вот так, ну, такой вал был. В общем, палуба тоже все течет, эти трубы, там, лебедки, давай там высверливай. Там каждый день эти контроллеры побежали. Масло сливаем, заливаем, эти трубы тоже бегают, носят. Ну, как бы палуба тоже помогала. Был там старпом, веселый, кстати, уже капитан, ну, со всеми же переписываемся в фейсбуке, Кунал Чопра. Я у него переписал два видео, ну, я уже сколько раз говорил. Вот люди, конечно. У них такое разграничение, у индусов. Был этот мэсбой Суриш. Так он говорит, у меня такая бедная семья, что мы втроем, там, раз в два дня питаемся. Вот так. И в то же время старпом играет свадьбу за 250 тысяч долларов. Ну, смотрите, он в заднем плане. Это просто что-то с чем-то. Я где-то так себя чувствовал, там, ну, посередине, ну, куда-то ближе к низу. Ну, и капитан тоже бомбеет две квартиры, там, за миллион долларов. Ну, эти не бедствуют. И что еще с ними? Ну, был я один, ребята. Был один, эти все со своими акцентами, вот, как вот подходят, и, ну, 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 что на своем говорили, головой вот так вот, вот эти. Я говорю, а чего ты головой машешь? Он говорит, ну, это типа ЕС. Ты ему говоришь, а он впитывает информацию. Вот такие типчики. Ну, и как бы нормально я с ними ладил, все. А, так с этим что-то со сладжим. Я говорю, да, 25 кубов я написал, подъезжает баржа, начинаем выдавать им. Раз, 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 и где-то 15 кубов, все это очень долго. Уже ночью где-то, 4 часа ночи, я помню, тоже часы были, а, нет, часов не было. Часы я в конце купил. С телефоном бегал, в общем, лифта там не было, как здесь. И набегал я где-то 156 этажей и... А сколько же километров? А, 17 километров, да, в день. У меня тоже спрашивал кто-то, хороший вопрос, говорит, а сколько вы за контракт проходите? Ну, с этими часами у меня каждую неделю высвечивается сводка за неделю, 50 километров. Значит, 50 километров умножаем на 4, получаем 200 в месяц. За 4 месяца 800 километров. Можно сказать, от Киева до Одессы и обратно можно пройти. Вот так. Так что спортивный образ жизни поддерживаю. И, значит, сдали им 15 кубов, говорили, ну, 15, да и 15. А испанцы говорят, мы подписывать не будем, ты 25 заказал. А что делать? Давай, давай, давай. И мы взяли просто забортную воду туда. С пожарного насоса. Заполнили танк. Ну, насос не качает, свачьи, воду качают. Такая ерунда. Ладно, в общем, пришли, значит, обратно в этот Ломэ, где я сейчас тоже находился постоянно. Ломэ, Лагас, Лагас, Ломэ. Ну, эти коррупционеры, все уже привыкли. Сигареты, масло, топливо, то, все. Ну, чуть-чуть там, да, 20 километров. Сейчас тоже что-то просят. Просят, дай то, дай у меня самого, что я тебе, что, буду свои деньги давать. Ну, и я, в общем, пишу постоянно, что я забыл этот. Пришлите мне сына, сына, сына пришлите. Такой пароход, плачу деньги за перелет. В итоге это полтора месяца писал, писал, писал. Собирает капитан этот любитель. Сейфти митинг. Ну, это, сейфти митинг, скажем так. Совещание такое по безопасности. И объявляет, говорит, что, ну, это он любил присвоить себе. Потому что, типа, с моей помощью, в общем, сын чьих инженеров едет на пол. Ну, хотя это моя была заслуга. Потому что я всем строчил эти письма, да и все. Ну, и в конце концов, прилетает он в Ломэ. Я тоже переживал. Потому что я сам, когда первый раз в Африку прилетел, чуть не потерялся. Думаю, этот, ну, тоже уже 20, сколько ему там, 21 год был. Тоже стрёмно. Пока уже у капитана сидел до часу ночи, приходит письмо от Айен. Такое-то, Амброса даже, помню, его звали. Типа, этот, а он же engine cadet там прилетел с нулевой зарплаты. Нулевая зарплата, но engine cadet. Вот. Ну, ничего, нормально. Я еще за перелет заплатил. И, типа, engine cadet accommodated in the local hotel. Ну, все нормально, в общем, я успокоился. С утра сижу в машине. О, всякие маневры, что-то есть, тейсимся. И решил я выйти, в общем, на корму, посмотреть. Выхожу, смотрю, знакомая лодочка. Оказывается, там, и сын говорит, они уже в этой лодке с четвертым механиком. Четвертого звали Васан Токумар. Они еще три часа болтаются, а там два таких двигателя Yamaha. И это все булькотит, в общем, дым заходит в это, ну, в маленькое помещение этой лодки. В общем, этого четвертого механика стошнило три раза. Я говорю, а ты как? Я держался, все нормально. Они, я говорю, смеются вообще. Я говорю, ну, молодец, значит, моряком будешь хорошим. А я же их увидел. А теперь говорят, что там за придурок, типа, в белом комбезе. Это я был. Я пошел бегом на мозг, говорит, давай. Не, мы заняты. Или, давай, давай, давай. В общем, ну, скинули штурмтрап. Вот мой сын залазит. Сзади меня залез. Ну и все. Выделил ему каюту. Ну, естественно, днем мы вместе тусовались. В общем, что там было, ну, пытался рассказать, показать. Понятно, это лучше всего, это взвалить ответственность на свои плечи. Лучше всего, знаешь, ну, хотя бы такой период был, что-то. Ну, во всяком случае, английский он и так знал. Но вначале, когда я где-то был в машине, звонят, он, ну, я тоже как бы индусов не понял. Он боялся трубку брать. А потом уже разговаривал и так уже шутил, всем клички дали. Как же Кадет ходит? Кадет? Тарик? Тарик. Которого хлебальник такой же. Маменький сынок. А как Стармех ходит? Вы вообще видели? Как будто медведь за медом в лесу. Забился за пути. Только, Сарик, не упади в косяк-то. Ну, а там еще, у него целая команда машины. А электрон? Клоунов. Да, Эрик, ты, он пошел нахрен усадый этот. Тоже третий механик, конечно. Чиф, я просто хочу сказать вам что-то. Мы у нас проблемы с дизель-генератором, но у нас нет спеерсов. Потом сегодня зашли с ним нормально поесть, поужинать на кухне. Приходят... Чиф, это спорт, может, ты хочешь... А, 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 а. Потом его этот второй механик тоже, каштанец, вот эти усы, вот такие вот. Как он может говорить... Чиф, но... Я хочу... О-о-о-о... Я хочу... Я хочу... у нас есть капитан тоже к нему когда заходишь мы только на русском уже тяжело чип подожди все будет нормально сервис тигры америка следующий пор там будет все очень очень легко и тигры проверки все придем на легкие все даже не переживать у нас есть хорошая команда здесь нормальный менеджмент пиши сюда очень быстро все проходим написал не сразу прислали это не вопрос не вопрос с вами писать и правил не проблема очень быстренько все справимся серьезно пройдешь быстренько инспекцию косгарты нормально полетим сразу поедем там венесуэла там домой все нормально чип красавчик я тебя люблю ты лучше а потом когда нас пару раз пригласили на вечеринку там конечно я ничего не снимал но было очень весело это пока не забуду расскажу может значит что что у нас там дальше было ходили мы по нигерии один раз я вышел даже в лакосе мне этот капитан вытащил чем-то пошел и так этих малярийные комары какие-то груды мусора в общем проехали какую-то пиццу я купил но с едой это то же самое здесь тоже такая же ерунда среди прошлый контракт 36 серии снова же рекламирую это просто был повар от бога бога был но собрался машину переходить не знаю пришел не пришел на в той компании не работаем потом с товарищами созвонюсь расскажу серега его звали зовут а там конечно этот повар нож индусская кухня куча этих специй ну ты можешь вот просто нам нам двоим просто соли перец не не надо никакие специи он глаза выпущу он не понимает что такое ну что по вечерам эту тюну фиш брал которых здесь нет тунец в общем что там еще сыр какой-то хлеб этот дурацкий ну да ладно с едой а что там было интересно перьяни это типа плов такой вот раз в воскресенье да и больше нечем вспомнить чапать чапать да чапать это типа такие блины в общем зажаренные сухие и все ну значит второй механик был энтони сейчас он уже старший механик но ему там промоушены давал ну сейчас расскажу что хотел убежать с парохода второй штурман был по кличкам то что сын придумал аладдин на вылет аладдин капитан прогиб потом этот как электромеханик сатишь кличку дал посадишь потом суришь это мы сбой забыл уже 3 звали ладно и вот так вот мы на 4 санта кумар работали работали я все эти заявки заказал заказывал что-то там строчил офис я буквально где-то то сколько там три дня перед их перед их приезжают анличан какой-то clear sim marine это контора бывший капитан в пяти конторах работает и с кнопочным телефоном смотрел на мой айфон или что там у чьих инженера такой типа телефон или так у всех вроде бы такие он сказал хожу там люди вообще тоже с такими же телефонами ходят ну когда сын приговорит и телефон то спрячь а то человеку обидно станет и вот жил у нас где-то 10 дней с этими я ему хожу показываю тоже он замечание пишет потому что-то собирался его тревоги играть туда-сюда какие-то митинги тоже ну спроводили моего все уехал нормально красавчик проходит два дня еще не приезжают супер интендант из бамладеш снова ля-ля-ля-ля фа-фа с этими на обедах на ужинах уже в каюту дверь не закрывается ходит вообще в один из ночи дай мне то дай мне это да то да сё короче уехал он а чего приехал то точно битин инспекшн же у нас наметили но я думаю нормально сейчас плохо пройдем будем стоять здесь на прикольном что главный бежит вся эта хрень как бы тоже полу убитая недобитая и приходит он а я живу этому второму ты там свои главный пусть бежит и нормально ну бассейн уберете а как течет так пусть все и течет хорошо тоже пошел его а ну они же как бы там братья бамладеш-индия на ухо ему нашептал давайте там что-то воду послеваешь я говорю ты что хочешь главный убить не вздумай этого делать ну пришел этот тоже индус ветер ходили 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 в машине продувил что славного бежит написал там пару цилиндров я хотя это уже все заказал и что-то еще таки незначительное замечание и в итоге капитан его еще болтал написал 6 в конце концов болтал на 2 итоги до конструктивно и мы со всех этого со всей этой флотилии убитой лица best of the worst хотя здесь тоже у нас велосипед самый лучший из худших не такой уровень понятно на 100 раз лучше но там другие суда они вообще не могли ход давать давайте там какие-то пробоины были и на нас посмотрели так у вас же два замечания все ребятки welcome to usa я вообще в шоке был меня контракт 3 я 3 месяца подписал уже кстати там начал заканчиваться я говорю все если вы идете в usa то я значит в лас-пальмасе ривидерчи вам делаю до свидания ну и капитан решил уже индусский медведя знают вижу я там больше буршу но без обмана и решил меня оставить вот здесь так мне нравится с корицами работать плане то что первое это почта я получаю да не только я все получаю он шлет письма вообще до этого капитан свои не свои мы все в курсе всех дел кого списать кого записать продукты заказать заказали куда там идем какой груз берем сколько берем в общем классно это же шифровался шифровался в общем я говорю ладно вы едите значит свои штаты а потом со штата они должны были идти в смысле они мы они уже потому что должны уехать венесуэлу я там работаю и значит а он пишет в офис как потом я уже ну мы ключик подобрали к почте что никто не собирается списываться короче чиф инженер very happy on board of our good vessel такая ерунда и подходим и к лас-пальмасу и нам говорят как раз приходите запчасти заказал заказал менеджер water cooling jacket и же уже с драйдока никто не разбирал я думаю как как мы это будем делать специально для этого дела значит становимся мы на двое суток в лас-пальмасе в этот момент значит все все сразу приезжает бункеровка слач значит сдаем слач бункеровка маслом сдаем мусор и еще пришли два чудика очень инсенератор у нас не грел она была немножко сертификат сделать что пять месяцев и нужно не разжигать я туда-сюда бегала мере давать не силу рекордбук будем считать я что-то с цифрами потерялся и пока с этими разобрался побежал туда этого 4 механика индусы оставили на бункеровке я третьим или давай маслом бункерусь эти что-то все попутались я в общем захожу в машинное отделение что-то там по коленам масло в общем там перелили я заказал например 5000 литров они привезли 5 500 это тоже 3 механик ну стой ты смотри он куда-то ушел там где-то фильтры дергать открой другой клапан в общем наехали на 4 я говорю алё гараж еще на 4 наехали как говорится все уже дело сделано думаем как как убирать хотя это проблема третья была в общем все заблокировали все это раз раз а и в то же время давай же эти крышки дергать они уже такие полу дом дохлые полусонные эти индусы ходят между них страшно было смеет ну постепенно дергают я думаю а капитан вообще со штурманами вообще в город свалил вла спалилась я думаю да пошла ну баня кстати тоже собирался уехать кстати там на на причал подъехала машина я пока сидел с бумажками со всеми сын или там подвезли кита сосиски еду хлеб и удавая на те деньги иди он накупил общем нам целый холодильник нормально хоть будет чем питаться думаете индусы пока будут разбирать пойду-ка я в город схожу пошел не спасли ребята вы не против себя в городишко звонят они отдавали пошел что-то отключил от себя эту ответственность пошла в баню взял сына вызвали такси и как раз этот суриш суриш-суриш мэсбой вообще на пароход шорит чифа ты можешь мне взять дерево то я типа ну так секундное замешательство подумал это не не садись садистова тут радостный такой побежал серия машину и очень а это же я еще вот эти люди которые у меня а куда тут пойти в город как бы что такое место классно они написали на испанском языке центр города и как раз это силы брейшн дэй празднования чего-то приезжая туда ну сели в таксисту машину но не бельмеса на английском что-то на испанском там коням болям говорил привез нас туда и там такое классное место я вышел ну как будто как будто я не на пароходе мы ходим-ходим за классно неужели возвращаться не хочу туда возвращаться поели попили очень заплатил за троих это 90 евро в кирсенке приезжаем обратно раз таки уже идутся все ждут старпом капитан и 2 собрались чих мы тебя ждем что такое но я бы и так чувствовал мы не можем эту крышку дернули а там но я уже тоже писал снизу болты сгнили их надо было мужик вы думали отрезать отрезанных дисков у нас не было джеков не было ничего не было так я же говорил а что делать надо в офис звонить или бригаду заказывается этого с берег давай трубку очень я звоню там с эти этот тип один был обычно так индусов понимал вообще все акценты хотя бы два раза переспонтишь нормально один раз меня телефон дали уже с этим типом общался и учитывая связь плохом как начал как шмель я вообще потерялся почему она говорит сейчас же ему уже звоню это технический супер динамбур нормально че в чем проблема я все не можем дернуть эти water cooling jacket надо бригаду все сильно ну пока мы там другой цилиндр разбирали приходят с утра человека четыре говорит ну так на английском плохо говорили ну неважно объясни в чем проблема ну я им чертеж показал повел туда а все нормально а у них воркшоп этот мастерская на берегу естественно они подвезли этот правда что-то один джек взяли гидравлический джек хайдролик джек короче домкрат так я не знаю джек очень для и все привезли отрезные диски все это пилили и давай значит труда одним джеком с одной стороны а еще до этого же пошел второму рису лет учатся вместе с пулкой выделены выделить снял крышку крышку опустил поршень в нижнюю мертвую точку и лом засунул и вверх поднял чтобы 80 ну да поршень как бы в нижнюю мертвую точку пошел когда продувочные окна засунул туда лом и еще порш поршнем как бы придавил втулку потому что они будут дергать эту фигню с ржавчины выдернуть втулку мы будем вместо двух дней стоять неделю и второму смотрели на втором цилиндре то же самое сделаешь волоповоротку только выруби потому что нахрен все сломается и лом согнется и втулка треснет и все и где-то у нас там ковырялось где-то на наших да индуса четыре и этих тоже четыре я помню дергаю надо что до видео не снимал в общем джеком берут с одной стороны она пошла вроде бы с другой ну сверху на натягивает этим краном не идет никак на надо второй джек и раз куда-то пошли а я вспомнил что где-то по палубе ходил тоже полезно всякие помещения захожу это у босмана был пошел пока не там обсуждали приношу джек говорю одеть и испанские товарищи они типа убежали воршопе бегом давай пока из парохода не убежали зови их обратно те приходили вот принес второй джек взяли эту втулку подперли с двух сторон помню так давят давят она слетает вверх на сантиметра два подлетела такие все эти такие а капитан тоже тебя заказали бригаду они все сделают они все сами поставят и буш только курить сигарету и отмечать там чек листе только сдернули одну помогли вторую развернулись подписали им эти работы и свалили они воршоп эти бедные индусы вообще 48 часов без этого не 48 ну да 48 часов двое суток без без сна без отдыха на этом это чередовались я на них хожу мне уже тоскливо этим не столько сажены давать чем значит каждые два часа давай на фотографии присылаю как как в чем это так как что происходит но я хожу щелкаю его фишу и днем и ночью и потом давай-давай-давай-давай-давай когда-когда я верю например там я не помню 12 июля в 15.00 судно может отойти хорошо значит ну к этому моменту уже часу дня все собрали открываем воду бабах соносы надо немного бежит а со второго такой же душ июма и это же мы столько делали этот фильтр что-то надо словно это обожди ты сейчас это давай нагреется нужно уже остыл до 40 градусов нормальная температура 8 82 нагревается нагревается раз все душ расширяется вода перестала бежать вот так еле-еле это другие цилиндры побежали давай уже все отходим значит с лас-пальмаса и погнали погнали в эту в америку что найти было где-то не недели две недели две ну значит ну первый день так а первый день 2 потом капитан такой все давайте значит мы идем в америку мы пройдем значит все там сейфти митинг мы сейчас подучим это все хорошо на машине отвел там полный беспредел все будет классно давай вечеринку собираем собираем вечеринку там эти танцы индуски просто жалко нельзя было снимать но мы там где-то гуляли до трех утра это просто стропом зажигал ну точно как в индусских фильмах один и даже песню эту поставили из дита и гита джимми джимми а чо джимми джимми а чо джимми джимми очень нормально повеселились хорошо но потом же надо начинать работать а у меня же как бы цель все уже не работать но я чувствую что у меня дурит у меня цель была свалить из америки и вообще не хотел в америку но сейчас расскажу мы туда и не попали я же эти письма строчу строчу он их просто в мусорку выкидывает не отсылает ну и хорошо значит прихожу я в машину взял на листочке написал второму механику задание поменяешь масло в движке этот день работы и все покраска замывкой погону там щека это одна работа покраска замывка 5 работ все прихожу значит на следующий день висит 3 листа 125 задания написанные вторым механиком энтони и в конце чизос храйст will help us иисус христос нам поможет но не все христиане я люблю ты зачем столько написал нет чьи фото мало мы это все сделаем я энтони я конечно буду рад что это вы все сделаете ты хотя бы 5 сделать так вот они даже 3 не сделали 125 значит начали они масло меня масло поменяли потом говорят мы хотим резинки поменять на холодильнике пластинчатом я еще возьми или может не надо не они мы в общем надо поменять лучше все забито надо было настоять на этом чтобы не менять убирали да и все да ладно ну давай меня и все начались проблемы короче резинки какие-то половину новый было половину старый давай их клеить стоят обратно раз масло бежит мы начинаем масло терять движка но потом с водой смешивается за борт все это летит все это идет где-то неделю мы уже к америке уже подходим через пять дней я захожу машину там все не то что там чище там эти с движком стоят она все грязнее и грязнеет как его или water сепаратор этот убитый тоже вскрыли или все можно перетерпеть чтобы главный треснул то взорвалась вот это когда какие-то как говорится загрязнение окружающей среды но как бы там еще ничего еще не загрязнялась но только в этом если ты машину зайдешь тоже к сразу какие-то мысли насчет возникает мы не залезли в этот танк белч-холдинг танк там пять кубов сладче ходили как пчелы собирали и уже до думают давать этот холодильник зачем его как бы сделать но там кстати электрон придумал хорошую мысль заглушить половина холодильника половина резинок оставить ну кое-как этот заработал давайте уже быстрее в общем убирайте красть а ну кое-как раз раз и где-то за четыре дня до подхода в общем в америку раз судно заворачивает в канаду я такой ес все нормально и потом еще я уже начал такие угрожающие письма писать типа если меня не поменяют я короче войти и буду обращаться но это про союз моряков все такое потом мои письма почитал второй штурман кличка аладдин уже строком нормальный тип это же начал еще письма более грозные писать а у них тема он ехал на свадьбу какого-то двоюродного брата а свадьба для них это святое и мы с ним вместе скопировались я какое-то письмо напишу он еще хуже я поставил думал что и так можно я еще хуже и начинаем очень стращать нашего другого капитана он пишет 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 нам какие-то ответы такие я говорю нет ребята давайте как бы занимался этот азиатский офис или вы вы меня там все мучили с этим главным двигателем когда когда я инженер я привык знать время вот если я сказал 12 июля 15.00 мы отойдем от стенки лас-пальмаса значит вы мне скажите что вы меня поменяете там 2 августа в 9 утра начали от меня все морозиться уже я уже по телефону звонил туда звонил и значит подошли мы в канаду бросили якорь значит стоим стоим подъезжает козгард местный начали со всеми беседовать со мной тоже когда я заканчивался уже закончился собирались ну там такое все потом значит стоим день у нас там проблема началась я захожу скажем так для таких рассказов но энергосистом так в ручном режиме была и в этот момент в общем пошло топливо во внутрь скраббера я все стопоп рейшн скажем я рюя я никуда не пойду это ну это просто посадят куда-то а что делать я заказываем это вам короче технишина заказали из норвегии я думаю еще время убью пока замена подъедет летит этот технишин летит летит из норвегии я думал неделю будет лететь нет через два дня прилетел с рюкзаком с набором запчастей так что делаем раз значит там поменял там все один клапан не закрывался там не разыгралась короче все нормально я говорю так скраббер внутри в этих в отверстиях надо его заварить у нас как раз есть такой маленький фитер мы туда во внутрь засовываем он очень все там хорошо делать а можно его заказать как бы мы с компанией не договаривались написал отчет я говорю слушай что ты хороший сильный отчет написал может похуже написать тут у меня смотрит ну тебе надо тут задержаться ладно давай написал дома какие же у меня еще козыри есть какие козыри а козырей то не осталось и все как бы что уже как бы отмазки у меня нет энергос работает нужно идти но еще один вариант был то что прошлое сервис с итальянцами когда ночью пришел второй механик машину а главный двигатель вместо full ahead поехал half slow dead slow stop dead slow extern и назад и у нас такая же фигня была с этим с индусом я кстати заказывал эти платы если платы не придут будет такая проблема не все нормально в общем одно второе все у меня настроение пропало я пишу письма никто меня не реагирует я думаю придется потом из канады не дай бог в америку это еще уже если венесуэлу там визу делают месяц все настроение пропало значит начинаем мы три часа ночи двигаться к причалу канадском я я проснулся просто как на эшафот как будто идешь еду машину сын спит он же тоже мне помогал кстати мы пошли на мост я давай это пока я с капитаном говорю ты глазом пароль подсмотри и мы начали заходить в его почту и смотрим он не говорит одно допустим да да конечно я за то чтобы тебя списали и пишет что чип инженер себя хорошо чувствует никуда не хочет уезжать ему тут нравится вообще не то слово вот такой тип был и значит думаю не не так дело не пойдет и прямо потом даже меня на мост вызывает я сейчас при тебе прямо письмо напишу я не могу на тебя смотреть раз берет отправляет я говорю пришел сынок слушай не что ты капитан вообще красавчик я о нем был плохого мнения только что письмо отправил то дарит ты не верь давай проверим смотрим действительно ничего не отправил прям пример взял куда-то в корзину удалил я уши развесил ну да красавчик и все три часа ночи начинаем движение и дело начать я думаю что что же делать что же нечего делать в этот момент начинается можно сказать по заявкам радиослушателей главное идет например словах и ни с того ни с сего начинаются допустим 60 оборотов он начинает обороты увеличивать куда-то 72 я капитану звоню его по моему случилось то что и предполагал с платами индикаторы мигают и он главное давай скорость снизу оп тоже несоответствие и все приехали да ты можешь с локального поста управлять я могу а вдруг там не сработает если ты причал снесешь кто потом будет отвечать да я понял ну все слышу по рации разворачиваемся бросаем якорь нормально а это уже где-то дней пять прошло уже на мосту собрание собрал и говорит чиф ты типа ты вот как бы ты хочешь уехать все на тебя смотрят все перестали работать я я думаю что я хочу уехать чем не одержать ну да ладно ну думаю хорошо значит бросили якорь стоим ну думал что дня два-три выиграть а уже этот технишин тоже позвонили а он местный был подъехал значит гостиничку если сидит ждет думаю может еще два дня два дня потом что-то изменится нет на катере подъезжает думаю может он какой-то недалекий тип нет оказался умный подошел а то что телеграф там раз-раз платы поменял чик чик все работает я не 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 так не пойдет надо испытать запускаем оп то же самое не давай пошли на мост раз там что-то поднастроил раз все заработало что ж такое невезу ка все уже нечего все 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 починили раз значит капитан все двенадцать часов ночи идем в порт мы почту проверяем пишет письмо местный агент пока будут реверансы делали с вашей энергосистом с этими заходами в порта с разворотами на ваше место зашел другой пароход и выйти потока через неделю придется если я думаю классно все побежал значит с утра снова кому-то супер сеньор крыльного менеджеров в индию начал звонить уже говорит вылетел вылетел твоя вылетела твоя замена но я же конечно второго штурмана не забываю что тоже паник и второй штурман вылетел я ему там все добавил один как же его звали забыл в фейсбуке дружбан и мы ждем ждем прилетают они в канаду все вот уже подъедут раз приходит письмо от агента потерялся в старме где-то не долетел да что за ерунда такая и уже последний день я просыпаюсь вот уже вроде бы улетел и никак не могу улететь и вообще такой потухший там стропом стоит на мосту и ну звонят ему все наши стране ходят что там где вы стоите когда вы пойдете в порт куда ему ехать то дарит пускай его налет очень капитану она ничего не сказал значит куда тревогу организовал никакая тревога я сейчас вообще домой уже отъезжаю хожу хожу тут очень звонит он с моста бегом начать собирается за своим сыном через полчаса ты должен быть в лодке нормально то очень я полтора месяца боролся за это дело а теперь в общем полчаса и все мы бегом запаковали чемоданы прежде они считают что я рассказывал не приехал этот тип забыл старший механик и ну естественно на трех самолетах летел их завалился спать завалился спать значит и спит потом приходит с утра и выдавайте буду показывать не что-то пойду похожу мышцам поменяемся в этом порту успокойся я в я два часа менялся ты что ж ну на расслабоне ходят ходят себе потом капитан говорит давай типа через полчаса я его позвал все я уезжаю а что тут уже бумажки там не знаю спускаемся мы подходим к этому шторм трапу вышел весь экипаж провожать все радуются за нас я стрелены крылом мостика капитанчик ходит грустно я ему помахал вот такой взял себя в руки спускается вниз обнялись верю капитан арену ты мне извини конечно ну просто я хочу домой ладно я понимаю главное потом все эти ко мне в друзья фейсбуке подписались капитан где-то через год подписался через два года написал все-таки письмецом вот я тут найду ставлю сзади вот так эпопея закончилась значит вышли мы в канаде а так еще не закончилась да мы на на бобсире ехали ехали куда-то десантировались хорошо что у меня этот тревел символ и стоим на плеча стоим там разве что эти олени не ходят с медведями где-то в лесу вообще никого нет стоим такие ждем думаем сейчас это такси подъедет нет никого начали переживать куда звонить я хорошо хоть с почты взял этот телефон агента давай индусу ну ты позвонишь больше начал звонить также ты в офисе никто не работал еще кому-то позвонили она заказывается этот ну тип агент на машине ждет вообще в другом месте грей какая-то блин звони значит когда это было в мае там скажите ты находишься давай ты ко мне там по-быстрому присоединяйся на судно где ты находишься успокойся ты пойди пойнт я нахожусь в канаде в принципе макс живет в общем не суть и давай присоединяйся ко мне на судно нормальное время проведем узнаешь там машина судно проблемное по-быстрому там два месяца посидишь ты домой поедешь прошло два месяца начинает останется со мной мы идем в америку у меня капитан влюбился и давай его не списывать просто не списывать какая-то любовь такая вдвоем вот это мужская любовь как называется капитана из тормеха вот только семью заводить все наконец-то мы здесь что уезжаем вон наша машинка стоит может капитан года пакость устроен на прощание но в итоге мы ему сказали где мы тут какие-то надписи съезд какой-то заехал он за нами поехали значит мы в этот халифакс или факс или куда-то что едем степом тарахти по тарахтим настроение хорошее рассказывал тут одни индейцы живут тут другие индейцы одно племя вы жду из другим чем приехали в аэропорт поели попили пообнимались и полетели домой через лондон сына прилетели и все на этом моя история закончилась потом я начал репу чухать после этого 18 контракта не думаю так соглашаться всю жизнь типа ес сэр пошел на пароход я больше не буду но это уже мысль у меня зародилась что будет в будущем я вам расскажу а так будущем будущем вот 136 серий но как бы рассказать как я к этому дошел этот контракт он уже остался в истории это уже расскажу попозже так что ребята подписывайтесь на канал сколько я там записывал контракт очень длинный поэтому воспоминаний много до этого это рассказал но конечно не все но что рассказал то рассказал на моем канале еще будут уже где-то я насобирал очень много видео это работы в ускоренном темпе в машинном отделении собеседование подготовка к собеседованию тесты еще один плейлист квадрокоптер поездки туда-сюда чувствую сейчас никакую порту ралю не поеду ладно потом кого-то поеду вот морские истории 136 серии это контракт от начала до конца конечно себе этот контракт снимал от начала до конца то многим бы перехотелось работать в море наверное но дальше что-то еще придумаю так что ребята до свидания до новых встреч